Всем привет! Меня зовут Юля Бандок. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим про стиль, про стогольм и про эстетику повседневности. И сегодня, в преддверии весны, в преддверии того, что наверняка многие из вас захотят обновить свой гардероб, я бы хотела поговорить о том, на чем не экономят скандинавы. Ну, точнее, стильные скандинавы. Я думаю, что вы сможете это взять себе на вооружение. И, честно говоря, тут дьявол в деталях. И многие эти детали не замечают. Так вот, слушайте внимательно, сейчас будем разбираться. Я расскажу вам о пяти самых важных вещах, которые шведы обычно выбирают самые лучшие из доступных им. То есть, я не говорю, что нужно обязательно купить люкс или золото-бриллианты. А вот именно из огромного выбора вещей, которые подходят вам в ценовой категории, выбрать вот самую-самую максимально качественную. Кстати, одна важная вещь, которой, мне кажется, все мы можем поучиться у стильных скандинавских девушек, это то, что они не любят тратить много времени на подбор образа. Им нужно, чтобы открыла шкаф или шкатулку, взяла, надела, победила. Поэтому очень большое внимание уделяется тому, чтобы вещи сочетались, чтобы они отражали дух времени и чтобы они, конечно же, шли своей обладательнице. Во-первых, что вы наверняка быстро заметите, если вы попадете в корпоративную среду в Скандинавии, что шведы, они вообще не снобы по части марок одежды. Они спокойно могут одеваться в заре, в манго, в H&M. И совершенно этого не стесняться. Где купила? Похуэм. В H&M. Но есть вещи, на которых они не экономят. У этого видео есть прекрасный партнер, которого я вам очень хочу порекомендовать. Это сервис онлайн-психотерапии Псай-Псай. Я на прошлой неделе обращалась к услугам их специалистов, потому что мамы поймут, сезон простуд, детей меня просто добил. Я поняла, что я уже много месяцев не думала о себе, что я эмоционально начинаю спускаться на какое-то дно. И мне очень срочно нужна поддержка и крепкое плечо, на которое опереться, чтобы в это самое дно не упасть. И как происходит подбор психолога? Во-первых, вы заполняете анкету, где озвучиваете свой запрос. Потом система подбирает вам специалистов. Вы оплачиваете сервис и списываетесь с психологом в любом удобном вам мессенджере. Что интересно, контакт можно поддерживать в мессенджере даже между сессиями. И если у вас происходит какой-то плохой день, я думаю, всем это знакомо, вы можете связаться с психологом, он вам ответит. Ну, может, не сиюминутно, но в тот же день и поддержит вас. И вам не нужно ждать следующей недели, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние. Ссылку на сервис психотерапевтического консультирования вы найдете внизу. Если же вы еще не готовы лично общаться с психологом и хотите присмотреться, то я советую вам подписаться на телеграм-канал Псай-Псай. Там каждую неделю выходит эфир с психологом, где тоже можно получить ответы на интересующие вас вопросы. Первая вещь – это украшения. Часто можно заметить, что у шведок есть такой определенный go-to набор украшений, которые наносят практически каждый день. То есть я предполагаю, что если открыть их шкатулку, то там лежат эти украшения и там больше ничего нет. Мы с вами недавно, кстати говоря, разговаривали про устаревшие украшения. Если вы не видели его, посмотрите. Или же вы можете написать мне в инстаграме, в директ, слово «украшение», и вы получите бесплатный гайд по украшениям, которые носить не надо. А что же надо носить? Да, это видео у нас тоже подробненькое выйдет. Сегодня немного пробежимся по этой теме. Так вот, украшения на каждый день. Как правило, это что-то лаконичное, что-то стильное, часто что-то узнаваемое. Потому что украшения могут говорить за вас. Если вы, в принципе, не видите, что за одежда на мне надета, что это за пиджак? Это Zara? Или это Kate? Или это Versace? Или это Max Mara? Что это? Вы не знаете. Но украшения для знающих людей, они посылают сигнал. Например, наша лектор в университете, которая читала нам курс по истории французской моды, она одевалась по-разному, но украшения у нее всегда были одни и те же. У нее всегда были браслеты-кортье, часы, серьги не менялись никогда. Все остальное было вариативно. Все-таки лектор по истории моды, явно мода ей нравится. И было очень смешно, девчонки обсуждали на переменах, что там у нее за браслеты, что там у нее за часы. Они же всегда одинаковые. То есть это такой способ не думать слишком много с утра, надеть свой обычный набор украшений, который ко всему подходит. Потратить, конечно же, время и мысли на выбор, чтобы эти украшения были актуальными. И просто каждый день возвращаться к ним и надевать к любому образу. Это такой супер-шведский прием. Следующая вещь, на чем шведы никогда не экономят, это пиджак. Да, это та самая вещь, которая ко всему подходит. Ее можно носить с джинсами, можно носить как брючный костюм, можно накинуть на коктейльное платье и вечером снять и быть готовой к афтерворк. Или же, в принципе, в любой непонятной ситуации надевай пиджак актуального кроя и вопрос одежды закрыт. Конечно же, нужно уметь выбирать тот самый актуальный крой, знать, что сейчас на пике трендов, чтобы не выбрать случайно по привычке то, что ты там видела в сериале suits пять лет назад, но при этом, чтобы посадка все еще оставалась достаточно долгоиграющей, то есть, чтобы этот тренд был длинным. Конечно же, такие вещи, как я сказала, нужно учиться выбирать, и эта инвестиция в это знание прослужит вам всю жизнь. Для этого можете, конечно же, смотреть мой канал, подписываться на мой инстаграм или на мой телеграм-канал, или приходить на мои курсы. Так вот, пиджак – это та вещь, за которой они, скорее всего, не пойдут в H&M, а выберут что-то из шведских брендов, из проверенных, вещь, которая будет долго держать форму, они будут о ней заботиться, сдавать химчистку, всячески следить, чтобы пиджак служил им долго и просто с удовольствием постоянно его использовать. Если у вас есть в гардеробе такой пиджак, то считайте, что полдела сделано. Следующий аксессуар, который скандинавки обычно выбирают самый лучший из доступных им по уровню достатка – это часы. Часто бывает, что часы даже передаются по наследству. Это очень круто сказать, что «да, это вот бабушкин роликс». И люди носят часы именно долго, с удовольствием, всегда одинаковые. Я недавно выбирала часы и разговаривала с консультантом в магазине, она сказала такую очень классную вещь, что правильные часы выбираются как парень. То есть ты как будто бы выбираешь себе спутника жизни, потому что это та вещь, которую ты будешь носить больше всего. Ты должен осмотреть на них и чувствовать такие бабочки в животе. И, возможно, бабочки в животе придут не сразу. Ты можешь обойти весь магазин, померить один, второй. Но как только ты наденешь на свое запястье часы, которые дадут тебе чувство, что с ними ты как будто красивее, чем без них, это твой парень. Надо брать. И как раз-таки часы – это тот аксессуар, который посылает окружающим невербальный сигнал. И желательно, чтобы они были выбраны какой-то модели, которая будет актуальна долгие годы, которую, если вам хочется, можно будет передать по наследству, это будет классная семейная реликвия. А также, чтобы часы по цвету металла сочетались с остальными украшениями в вашем гардеробе и всегда смотрелись органично. Следующий аксессуар, в который шведы обычно инвестируют, носят каждый день одну и ту же, ну или имеют, может быть, пару-тройку – это сумка. Но вот сумка для работы, она обычно одна. И она, как правило, опять же, посылает окружающим мета-сообщений о том, что человек ценит качество, ценит дизайн вне моды и времени, а также хочет, чтобы сумка выглядела стильно и как бы собирала образ. Нередко на улицах Стокгольма можно заметить такой прием, что девушки носят рюкзак, чтобы в этом рюкзаке нести, например, компьютер, ланчбокс, что-то, что им нужно в течение дня, может быть, косметичку. А еще дополнительно у них надетка сумка через плечо. Опять же, это потому что скандинавы очень любят культуру after work, и после офиса люди часто любят где-то присесть на бокальчик или пойти дальше. И тогда очень удобно сдать рюкзак в гардероб, а сумку через плечо оставить и держать в ней поблизости все необходимое весь вечер. Так вот сумка, если она выбирается на каждый день, то тут тоже действует правило выбрать самую лучшую из доступных и делать ставку именно на ту, которая будет хорошего качества и которую можно будет носить как свою визитную карточку. И последняя вещь, на которой скандинавы редко экономят, это верхняя одежда. В частности, пальто. Это должна быть вещь, которая не будет закатываться, вытягиваться, соответственно, материал должен быть максимально качественным, а также посадка должна быть такой, на которой не будут отражаться никакие веяния трендов. То есть, например, какая-нибудь куртка, косуха, бомбер, что-то такое, что используется как элемент трендов в гардеробе. Оно может быть за любую цену, куплено даже винтажное, то с пальто другая история. Тут люди обычно хотят потратить время на выбор, посмотреть, чтобы эта модель пальто обязательно подходила к их стилю жизни. Тебе нужно, чтобы тебя закрывало с ног до головы. Или же наоборот, ты хочешь что-то, что будет более универсальное, подлиннее, не мешать тебе нигде. Также важно, что происходит с плечами. Ты хочешь под низ носить пиджак, тогда это должна быть определенная посадка пальто. Или же ты не носишь ничего такого официального, и пальто может быть более расслабленного кроя. Одним словом, это вопросы, которые люди себе задают перед осознанной покупкой такой вещи, как верхняя одежда, которую они будут носить долго. Это, кстати, тоже относится и к тренчам, к плащам, потому что это тоже такая довольно классическая go-to вещь, без которой ни одна весна и осень не обходится. Поэтому, когда вы будете покупать свое следующее пальто, пожалуйста, подумайте конкретно, что вам нужно, что оно должно иметь за состав, чтобы максимально соответствовать и погоде, и вашим предпочтениям. А также очень важно уделить внимание цвету. Это должен быть цвет, который работает как фотошоп на именно вашем лице, чтобы он подсвечивал все достоинства и сглаживал недостатки. Да, цвета, которые вам идут, именно так и работают. А также по части цвета обращайте внимание на то, чтобы это было что-то, ну, скорее нейтральное, чтобы вам не подбирать гардероб к пальто, а чтобы, наоборот, пальто или тренч подходили ко всему вашему гардеробу. Спасибо огромное за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, особенно если вас интересует тема украшений. Сейчас будем ее развивать пошире. Ну и, конечно, я хочу услышать ваше мнение в комментариях. Что из этих вещей кажется вам максимально важной инвестицией в свой образ? Вы бы хотели подобрать украшения, которые будут спасать вас каждый день? Вы хотите купить какие-нибудь часы, которые будут вас радовать долго-долго? Или же вы фанатки крутых пиджаков? Или же пальто? Или же следующей вашей вещью, в которую вам захочется инвестировать время и средства, это будет сумка? Так что пишите, я все читаю. Не успеваю всегда всем ответить, но я всегда читаю все ваши комментарии. Они меня мотивируют для съемок новых видео. Надеюсь, что мы с вами снова скоро увидимся. Всем пока! А что же, надеюсь, я думаю, что вы сможете это взять в виду. Я на этом не училась. А в том, что у вас стоит на полустолах. В любой непонятной ситуации, это тоже не может сказать, сколько времени.